Добрый день, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем заниматься тонированием, тонированием осенней фотографии, так как у нас начался ноябрь и я думаю уже многие подкопили довольно большое количество осенних фотографий и поэтому как раз сегодня мы будем учиться их обрабатывать Итак, первым делом мы поработаем с цветом на нашем снимке, для этого будем использовать корректирующий слой Выборочная коррекция цвета, в красном канале выставляем вот такие вот настройки, перетаскиваем плузнок голубого примерно до значения в минус 30 влево Вот примерно так Желтый тащим вправо и также увеличиваем черный, чтобы добавить контраст Вот примерно таким образом Следим за результатом Далее идем в желтый канал Здесь Перетаскиваем плузночек желтого, чтобы усилить этот цвет И также усиливаем контраст Перетаскиваем плузночек черного вправо Идем теперь в зеленый канал Здесь Чуть-чуть подмешаем в зеленый пурпурного И чуть-чуть убавим желтый Вот таким образом И также усиливаем контраст При помощи черного плузночка Также переходим в голубой канал Сделаем этот цвет немножечко посветлее Для этого полностью уменьшаем значение черного здесь Таким образом То же самое делаем в синем канале Переходим теперь в белый И также убираем полностью черный Таким образом мы усиливаем блики Они у нас становятся более контрастными И фотография приобретает дополнительный объем И также можно еще перейти в черный канал И здесь также немножко подкорректировать Нужные нам оттенки Так Чуть-чуть Уменьшаем черный Чтобы появилась незначительная дымка Вот таким образом Закрываем данный корректирующий слой Смотрим до и после Как видите фотография стала гораздо более объемной Если кажется что эффект получился слишком сильный То вы можете просто понизить прозрачность этого слоя В данном случае давайте понизим ее где-нибудь до 80% Вот примерно так Еще раз смотрим до и после И если вы заметили то после этих манипуляций у нас могут быть Могут появиться дефекты на коже Поэтому мы сейчас их быстренько подкорректируем Создаем объединенную копию наших слоев Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре И в данном случае мы с вами не будем проводить какую-то детальную ретушь Мы просто чуть-чуть разгладим кожу Для этого будем использовать обычный фильтр размытия по гауссу Так как фотография у нас сделана с довольно большого расстояния Это вполне можно делать Радиус здесь поставим примерно 2 пикселя Чтобы просто скрылись все основные дефекты Нажимаем ОК Ну и чтобы текстуру кожи немножечко вернуть Мы будем использовать еще один фильтр Это шум Выбираем здесь добавить шум И эффект ставим примерно на 3% Нажимаем ОК Вот теперь добавляем сюда масочку Заливаем полностью этот слой Маску этого слой черным цветом Нажимаем Alt-Del И теперь приближаем изображение Берем в руки кисточку белого цвета Прозрачности нажим ставим небольшие Примерно прозрачность у меня 30 Нажим давайте поставим 50 И те места которые у нас проблемные Мы их просто аккуратненько начинаем подкрашивать Маскируя тем самым дефекты Здесь у меня заметны проблемные области На щеке Немножко подбородок И вот здесь вот лоб Посмотрим что у нас получается До и вот после Не знаю видно ли вам сейчас через монитор Но частично я эти дефекты все скрыл Таким образом Так же можно еще подредактировать Участок на носу Вот здесь вот так же немножко сгладим До и после Отлично этого будет вполне достаточно И мы можем двигаться дальше Следующим шагом давайте немножко ослабим Жесткие тени которые Присутствуют у нас около носогубной Складки для этого будем использовать Пустой слой Возьмем инструмент кисть Настройки поставим Чуть-чуть еще поменьше Прозрачность 30 нажим 30 Выбираем цвет Со светлого участка кожи И аккуратненько Замазываем Нужные нам области Прозрачность и нажим давайте еще уменьшим Где-нибудь до 15 Немножечко увеличим размер Кисточки И аккуратненько Пройдемся по участкам Где нам нужно смягчить тени Посмотрим До и после Как вы видите тень у нас стала Гораздо менее заметной И еще можно ее Подредактировать Вот здесь вот Да Также берем Образец Кожи И Аккуратненько еще Прорабатываем участок Здесь Вот таким вот образом Посмотрим Посмотрим еще раз Издалека До и после Отлично Тень мы с вами сделали более мягкой И двигаемся теперь дальше Следующим шагом создаем еще один Корректирующий слой Выборочная коррекция цвета Здесь переходим в красный канал И уменьшаем значение голубого здесь Примерно так И чуть-чуть добавим контраста Увеличим значение черного Переходим теперь в желтый канал Здесь уменьшаем Значение желтого где-нибудь До Минус Восьмидесяти пяти Чтобы получить вот такую вот Интересную Тонировочку И так же Переходим в белый канал Здесь мы Уменьшаем Значение черного Чтобы еще больше усилить блики Вот таким образом Закрываем данный корректирующий слой Прозрачность можно Немножечко ослабить Если эффект кажется слишком сильным И теперь создаем Корректирующий слой цвет Выбираем здесь Цвет под номером А0 АД 86 Вот такой вот зеленый цвет Нажимаем здесь ОК И режим наложения Для него ставим умножение Прозрачность уменьшаем до 25 Примерно Таким вот образом Чтобы добавить Легкую зеленую тонировку На наш снимок Следующим шагом Создаем корректирующий слой Градиент Цвет для него у нас будет От черного к белому Убедитесь чтобы белая часть У вас была наверху Вот Масштаб 100 Угол 90 Стиль линейный Здесь нажимаем ОК И Меняем Режим наложения этого слоя На мягкий свет Понижаем Прозрачность Примерно до 70% Смотрим до и после И можно чуть-чуть Так же уменьшить заливку Так же примерно Где-нибудь до 70% Чтобы Этот слой у нас Лег более гармонично На нашу фотографию До и после Как видите Двигаемся дальше Следующим шагом Мы создаем Корректирующий слой Карта Градиента Вот он у нас Выбираем здесь Цвет для градиента Первый Ставим 100 F0 C Почти что черный цвет И Второй у нас Будет Песочный цвет Под номером БЦБ 4А2 Нажимаем ОК Здесь Так же нажимаем ОК Режим наложения Ставим на Затемнение Здесь И понижаем Прозрачность Примерно До 60% И так же уменьшаем Заливку Заливку Мешаем Где нибудь До 40% Чтобы Получился у нас Вот такой вот эффект После этого Опять создаем Корректирующий слой Выборочная Коррекция цвета Идем В желтый канал И в желтом канале Выставляем Вот такие вот Настройки Первый Ползночек Тянем вправо До значения День Плюс 7 Пурпурный Также Тянем вправо Желтый Убавляем Чтобы изменить Немножко Оттенок И так же Переходим В нейтральный Ползуночек Здесь Добавляем Немножко Голубого В нейтральные Тона Чтобы задать Общее настроение Нашей тонировки Примерно так Добавляем Также Чуть-чуть Пурпура И Чуть-чуть Желтого Чтобы получился Вот такой Зеленоватый Оттенок После этого Закрываем Данный слой Уменьшаем Прозрачность Где-нибудь До 60% Вот таким образом После этого Создаем Еще один Корректирующий Слой Цвет Здесь Выбираем Цвет Под номером 827 460 Песочный Цвет Нажимаем ОК Режим наложения Ставим Жесткий свет И Уменьшаем Прозрачность И заливку До 50% Здесь И 50 Ставим Здесь Таким вот Таким образом Чтобы усилить Контраст Нашей фотографии Можно Продублировать Слой Выборочной Цвет Для этого Переходим на слой Ниже Нажимаем Комбинацию Ctrl J Перетаскиваем Этот слой Наверх Меняем Режим наложения Для него На мягкий Свет И Уменьшаем Прозрачность Где нибудь До 30-35% 35 Оставляем Чтобы Фотография Стала у нас Более контрастной И насыщенной После этого Создаем Корректирующий слой Сочность Или же Вибрация Если вы пользуетесь Другими версиями Фотошопа Здесь Перетаскиваем Верхний ползунок До значения 30 или 35 даже И так же Перетаскиваем Ползунок Насыщенности Вправо До значения Где нибудь 12 или 10% Вот примерно Так Ну и последний Финальный слой Это у нас Будет цветовой Баланс Выбираем Его И Немножечко Добавим Теплого Оттенка Для этого Будем использовать Настройки Верхний ползунок Тянет вправо Чуть До плюс 5 Также Добавим Немножко Используя Второй ползунок И Также Уменьшаем Синий Перетаскивая Нижний ползунок Влево До минус 5 Вот таким образом Смотрим До и после Как вы видите Ну и теперь Можно Усилить резкость На нашем Финальном изображении Для этого Создаем Объединенную копию Всех наших слоев Нажимаем комбинацию Shift Ctrl Alt E Идем в пункт Фильтр Усиление резкости Контурная резкость Здесь Подбираем Радиус И эффект Такой Который Будет Наилучшим образом Подходить Для вашей фотографии У меня в данном случае Эффект стоит 100 Радиус Можно поставить 1.4 или 1.5 И нажимаем ОК Теперь Можно объединить все слои В отдельную группу И посмотреть Что у нас получилось В процессе Видеоурока Итак Вот фотография С которой Мы с вами начинали работу И вот Что у нас получилось В процессе Ее обработки Ну что ж друзья Я надеюсь Данный видеоурок Вам будет полезен И вы узнали из него Что-то новое Большое всем спасибо за внимание И увидимся В следующих видеоуроках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok